Марина, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились с нами поговорить. Мне и представить сложно, насколько тяжело вам дается этот разговор. И это отдельный повод для восхищения вами. Большое спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в тот день, что вы помните об этой аварии? Как это произошло? Может, где были, откуда ехали? Мы с семьей возвращались с прогулки так, с Террасполя, где мы хотели погулять, отдохнуть. Возвращаясь домой, то есть уже была ночь, ничего не предсказывало беды. Мы ехали абсолютно спокойно, когда в какой-то момент на встречу просто летел в транспорт. Марки не знаю какой. Потом уже узнала. Ну, очнулась уже я в траве, лежащей груда металла, машины, люди. Дальше уже это больницы. И до сегодняшнего дня мы пребываем в данной трагедии. Что в последнем помните перед аварий? Последнее, как мы ехали, просто разговаривали в машине. Уже, казалось бы, близко к дому подъезжаем. Спокойствие такое. Но у нас не получилось. Я правильно понимаю, в машине были вы, ваш супруг и две дочки? Да. Скажите, вы сразу узнали о том, что случилось со старшей? Или вам сказали уже потом? Младшей. Я, находясь в больнице, пыталась узнать, что с детьми, что с супругом. А Ксюшеньки... Ксюша, получается, что была рядом, лежала на соседней койке, я слышала ее. А Анечку я не слышала. Поэтому я, кого не видела, всегда спрашивала, где Аня? Что с Анечкой? Мне никто ничего не отвечал. А потом, через несколько часов, я помню, что с двумя переломанными руками, я взяла свой телефон и позвонила. Чтобы спросить, как Анечка? Потому что Ксюшенька была рядом, и я ее слышала. И мне сказали, что Анечку везут на вскрытие в морг. То есть я узнала первое и буквально сразу, после того, как ее не стало. Это ужасно. А как долго вы потом пробыли в больнице после аварии? И как вы чувствуете себя сейчас? Какие прогнозы дают врачи? Сколько я находилась в Камраде, в больнице, я не могу вспомнить. Когда меня увезли в Кишинев, я тоже не помню, потому что была под состоянием лекарств, которые вводились. Дальше в Кишиневе все как в тумане. Многого я не помню. То есть это операции, это лечение, люди, врачи. Какие прогнозы, что реабилитация левой руки должна пройти в течение двух месяцев, после чего еще два месяца, никакой нагрузки. правая рука имеет проблемы с нейрохирургической стороны. Пока как себя поведет нерв, прогнозов нет. То есть я правильно понимаю, есть шанс не восстановиться до конца? Во всяком случае, пройдя один из аппаратов нейрохирургии, нерв сильно ушиблен, ему просто требуется долгое восстановление, до полугода. То есть первые два месяца он только будет приходить в себя. Плюс из-за руки и то, что перелом, имеется пластина, она немного сжимает и мешает нерву правильно работать. А пластина у меня в руке будет год. Как дальше будет все происходить, я не знаю. И никто не знает это. А каково сейчас состояние остальных членов семьи, которые были с вами? Ксюшенька у меня солдат. Она держится, молодец. Она перенесла не меньше в больницы лечения. Это намного больше уколов, капельниц и катетеров. Но она все выдержала достойно. На данный момент ей требуется находиться лежа три месяца для того, чтобы перелом бедра сросся благополучно. После трех месяцев дальнейшая реабилитация в центре матери и ребенка. По рекомендациям врачей учиться заново ходить. Потому что три месяца мышцы не будут работать. Так как в гипсе с супругом сложнее. Одна операция была произведена в прошлый понедельник на руку. Левую. Далее была произведена во вторник операция левые ноги. Где помимо оскольчатых переломов бедра, то есть собрать все кости в бедре и пришивание искусственные жилы в левую ногу. Происходило в течение 8 часов. То есть операция длилась 8 часов. Далее с правой ногой, что намного сложнее даже чем с левой, будет проводиться операция в эту пятницу. Там раздроблены кости до беспредела просто. А кто-то из членов семьи виновного, со стороны виновного пытались с вами связаться может быть? Или может быть хотя бы извинения принести? Мне никто не звонил, никто ничего не... То есть не было абсолютно никакой попытки с их стороны выйти с вами на контакт. Со мной нет. Может они спрашивали как, что у кого-то, я не могу сказать. Со мной точно нет. Ни с супругом, ни со мной, ни с кем. Но я хочу сказать, что с ними мне нечем общаться. И навряд ли я когда-нибудь смогу войти с ними в какой-то контакт. Я понимаю. После всего, что вы и ваша семья пережили за последний месяц, какого наказания вы бы хотели или, может быть, требуете через адвокатов для виновника аварии? Я бы хотела, чтобы наше правосудие максимально приблизило то горе, которое мы остались переживать до конца своих дней. Чтобы этот человек понес и переживал такое же горе, имея в виду, что он не ушел безнаказанным. И понимал, что он один переносит такую боль. А нас много кто переносит боль души, физическую боль. И он поделил нашу жизнь до и после. Не он, никто не сможет нас научить, как жить дальше. Потому что ты просыпаешься с этим, засыпаешь, может быть, на несколько часов. И вот так вот навсегда. Потому что я не знаю, у кого из души можно эту боль вырвать или из памяти и так далее. Поэтому его награда то, что он живой. А дальше я очень просила бы, чтобы максимально наши боли переживал и он. Потому что это все только посредством него произошло. Как думаете, вместе с адвокатом вам удастся добиться правосудия? То, что вместе с адвокатом, я надеюсь, что правосудие должно правильно судить. На то оно и правосудие. И не поддаваться каким-либо факторам извне и так далее. До этого нам нужно еще дойти. То есть после данной трагедии, вместо того, чтобы восстанавливать свое здоровье и так далее, мы остались с проблемами, которые должны решать правосудие, а не мы. Но мы должны бороться, потому что можем что-то упустить. Поэтому я бы просила даже общество наше, которое очень помогает. И очень многие на нашей стороне. Я бы попросила до конца, чтобы мы вместе добились справедливости. чтобы не остались мы в стороне одни. И о всех действиях, которые будут со стороны правосудия, я лично буду оповещать, чтобы наше общество знало, чтобы кому-либо неповадно было что-либо изменить и посодействовать неправильному решению. Поэтому для меня поддержка общества – это в первую очередь. Потому что многие отозвались, спасибо большое. И поэтому я прошу до конца дойти с нами до истины. Нам больше ничего не остается. Это горе не поймет никто, кроме тех, кто переживает его. Не говорю в прошедшем времени, что пережил, потому что его не переживешь. Оно уйдет с нами. И вот так. Еще раз большое вам спасибо за это откровенное интервью. Я понимаю, как непросто оно вам удалось. Вы настоящий герой. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok